Сегодня на 15-й сессии городского совета мэр Мариуполя Вадим Боченко отчитался о результатах своей деятельности за прошлый год. Начал городской голова с того, что минувший год оказался самым тяжелым в его трудовой карьере. Также он выделил ключевые достижения. Одним из главных Вадим Боченко назвал узнаваемость нашего города. Город, с которым хотят сегодня работать потенциальные доноры, потенциальные инвесторы. По его словам, Мариуполю удалось привлечь инвестиции на сумму более 100 миллионов гривен. Еще одним достижением Вадим Боченко подсчитал реализацию коммунальной реформы. Сегодня город Мариуполь является лидером в этом направлении и за короткий промежуток времени создал большое количество ОСМД. Мэр в своем выступлении подчеркнул, что работал над изменением настроения горожан через проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий. При этом городские власти даже не задавались вопросом о стоимости этих проектов. Мы организовали много фестивалей, много праздников, не задаваясь даже о стоимости этих проектов. На вопрос депутата Максима Бородина об отсутствии нормальных туалетов в больницах городской голова ответил, что денег на все сразу не хватает. Я хочу немножко вернуть депутатов и городского голова в реальность. Я сам, как обычный простой житель, в прошлом году и в этом году посещал больницы. И я могу сказать, что нам пора все-таки немножко вернуться к базовым вещам. То есть ненормально, когда в больнице у нас нет нормальных туалетов. То есть я не говорю за какие-то там евроремонты, что-то еще. Но базовые потребности людей, если люди в отделении хирургическом лежат и нет нормальных санитарных условий, ну это ненормально. Если говорить о реальных сегодня возможностях города Мариуполя, они ограничены. Ограничены бюджетом городского совета. В планах на 2017 год мэр отметил проведение инвентаризации всех земель, увеличение коммунального транспорта, продолжение коммунальной реформы и открытие ЦНАПа на Левом берегу. Редактор субтитров А.Семкин